Всем привет ZBrush 2020 и хотелось бы в этом ролике рассмотреть экспортирование именно формат fbx после того как вы сделали развертку уменьшили полигонаж вот у меня полигонаж 58000 полигонов вот так вот выглядит персонаж более менее нормальный ролик вы видели как он выглядит после анимации при рендере в Blender и нужно допустим нам теперь вот этого персонажа сделать fbx форматом заходим в Z плагины находим fbx export import вот это если сейчас мы нажмем экспортировать экспортируется все вот это вот все что здесь находится вот этот персонаж наложится на этот и будет короче как в Blender свет и камера все войдет в это дело так нужно все вот эти вот саптулы delete ok и вот этот саптул тоже нужно delete ok вот теперь остается один саптул и можно за плагины нажимать и экспортировать жмем экспорт находим куда и нажимаем сохранить формате fbx все он теперь сохранится с разверткой со всей так сказать штукенцией вот написано саптул экспортируется все нормально пистолет я специально вытащил чтобы при анимации он не прилипал и рука его не тянула его можно вставить просто потом уже в Blender и прописать вот так вот происходит именно экспорт fbx давайте рассмотрим как сделать карту нормалей и так развертка на модели уже выполнена развернута вот в таком виде вот так она выглядит текстуры map нажимаем сначала нужно клонировать вот этот txt и вот здесь вот сохраняем сначала развертку после сначала словом делаем развертку и экспортируем ее спору таким способом ну допустим на рабочий стол сохранить и так нажимая на крик normal map высвечивается вот такое вот сообщение здесь написано карта не может быть выполнено пока самый высокий уровень подразделений активен переключитесь на более низкий и так как это все сделать заходите в геометрии и делаете ctrl d повышаете дивайды вот этот полигонаж и убираете на самый низкий на единицу которой было теперь заходите в normal map и поставить если у вас не стоит flip g обязательно target smooth uv и s normals и жмете create normal map ждете вот появилась вот такая нормальная теперь нужно ее клонировать nm она опять же появляется как и текстура вот здесь вот в текстурах нажимаем ее и экспортируем ну на рабочий стол допустим напишем вот так вот sd создать вы можете в фотошопе открыть опять же подгрузить ее можно в шейдерах именно в блендер ну и что тут еще текстуры map вот это все можно сохранить теперь она автоматически сохранится если в общ формате это все дело сохранить ну допустим персонажа сохраняем как общ и как нибудь назовем вот таким вот образом ну а теперь давайте пойдем в блендер и все это дело подгрузим и вот эту вот ну для общ именно можно также сохранить это fbx вот это все вместе давайте еще сохраним fbx файл экспортируем ну как нибудь тоже его назовем по цифрам опять же на рабочий стол и посмотрим fbx файл как будет выглядеть и общ файл итак блендер 281 удаляем delete cube и подгружаем сюда сначала fbx формат import fbx находим его на рабочем столе вот он импортируем ждем смотрим вот какой маленький персонаж единица на нампаде давайте транспозом его поднимем вот сюда вот так и в обжиг set origin привяжем к 3d курсору можно теперь с его прибавить и добавить ему цвета и так вот персонаж раскрашен зайдем давайте в шейдинги и посмотрим что тут да как здесь вот сохранилась сразу текстура вот она и так же вот она подключена normal map вот она уже вот не надо вам маяться через normal map она подключена вот так вот выглядит персонаж ну а теперь давайте в layout зайдем теперь этого гражданина делит единица на нампаде файл импортируем именно fbx формат найдем его опять же на рабочем столе импорт файл файл внизу вот появилась загрузка сейчас вот он загрузится внизу вот сразу он уже с включенным цветом текстурой раскрашен опять же его можно приподнять сделать ему origin tour курсор и сделать с чтобы он был побольше так вот так вот выглядит ops формат зайдем теперь опять же в шейдинге и посмотрим что у него тут есть а вот к нему normal map не прикреплена давайте попробуем прикрепить заходим это находим текстуры image текстуры подключаем и вот здесь есть normal так находим normal open и находим нашу вот эту вот normal map вот она увидите в каком именно виде поэтому нужно добавить еще вот сюда в шейдинге вот этот сам normal map и подключиться через него заходим в это находим вектор находим normal map подключить подключаем подключаем его именно к normal и color подключаем вот к этому color ждем смотрим ну вот теперь глаза появились вот так и стал персонаж зайдем теперь в рендер в этот вот сюда находим свет заходим в свет находим солнце и ставим 6 жмем g жмем еще джи жмем р и не так вот такой получился персонаж так вот такая информация вот такой ролик все всем пока до свидания и и и и и Продолжение следует...